Какие театральные постановки в Москве обязательно для посещения? Хочу вкатиться в театр. Я начну с вещей, которые просто универсально нравятся. В первую очередь, я вам советую театр Фоменко. Пока еще не сошли со сцены постановки самого Фоменко. Они абсолютно феноменальные. Я вам рекомендую сходить на сказку Орденского леса. Это абсолютно сказочный, волшебный, запоминающийся, нравящийся всем, кому я его советовал, спектакль. Туда очень трудно достать билеты. Билеты нужно доставать за несколько месяцев, если вы их хотите купить по номинальной цене. И более того, даже не за номинал. У перекупщиков их практически никогда не бывает. За несколько месяцев нужно покупать. И причем следить за днем, когда они поступают в продажу. Потому что их продают буквально в первые часы после того, как они появляются. Сказка Орденского леса рекомендую невероятно. Из спектаклей, куда попасть проще и в том же театре, это Махагония. Рекомендую, музыкальная постановка. Она просто очень развлекательная. В него легко вкатиться. Это не какой-то спектакль сногсшибательный, но это легконравящийся спектакль. Я люблю советовать легконравящийся спектакль людям неискушенным. Поэтому Махагонию там же рекомендую. Безумное из Шайо в театре же Фоменко потрясающе. Рекомендую в театре Вахтангова «Пристань». По отрывкам из сочинений русских авторов, абсолютно волшебная смесь, я не знаю, как описать, со старыми актерами Вахтанговского театра, по-моему, он еще идет. Проблема в том, что практически сразу, как он был выпущен, актеры, вот эта старая каста актеров театра Вахтангова начали умирать просто в силу возраста, и он очень часто срывается. Но если вам удастся на него попасть, вы получите колоссальное, колоссальное удовольствие, я вам обещаю. Это круто. Проблема с драматическим театром сегодня, что, конечно, он хуже, чем был 10 лет назад, менее интересен. Многие площадки, которые я любил, на которые я успел сходить, сегодня интереса такого не представляет. Я еще успел сходить в старый линком, когда был жив Марк Захаров, когда в спектаклях, которые я очень люблю, Королевские игры, Шут Балакирев, еще играл старый состав, там играл Янковский, там играл Збруев, там играл Броневой, играли все вот те имена, которые ассоциируются с фильмами, кино Марка Захарова и с театром линком, когда там играл еще Караченцев. Сейчас это все уже не смотрится, к сожалению. Это что-то, что я очень хочу вам посоветовать, но просто не могу, потому что театр уже не тот, к сожалению. Хотя какие-то постановки там и сохранились, но я ходил не так давно как раз на Королевские игры, и это уже не смотрится. А мой любимый спектакль, который там шел «Игрок» со Збруевым, он, кажется, вообще отошел. А из того, что могу посоветовать, сходите пока не поздно в театр около. Это если вам нравится инди-кино, то представьте, что это такой инди-театр. На постановку «Русская тоска», на постановку «Вчера наступила внезапно», на постановку «Перед киносеансом». Там тоже уже такой стареющий актерский состав, и режиссер работает в одном жанре на протяжении всей своей жизни, но вам понравится, я обещаю. Театр около – это один из моих таких… Один из секретов Москвы – это абсолютно великий театр. Предпоследний концерт «Алиса» тоже рекомендую там же. Это абсолютно великий маленький театр, самый интересный, самый самобытный маленький театр в Москве, про который знают единицы, и я с вами делюсь. Очень высокого качества, но такой особенный. То есть он вам может не понравиться, но если он вам понравится, он, я вам обещаю, понравится очень сильно. К вопросу о умирающих площадках когда-то с удовольствием советовал театр Табакова, на сцене которого сегодня практически не идёт ничего интересного. Там могу посоветовать. До сих пор хорошо смотрится «Повесть о счастливой Москве». Рекомендую. Пегова играет, шикарно играет до сих пор. Постановке уже 10 лет, но она держится. Я вот показывал не так давно своим близким, его в первый раз пересмотрел, как раз незадолго до отъезда из Москвы. И он держится. Поэтому вот его рекомендую. Но в целом в театре Табакова тоже всё, к сожалению. Не слава богу сегодня. Новых постановок там хороших нет. Да, и всем театралам, которые меня смотрят, я сейчас советую легко доступные спектакли. Я, конечно, могу посоветовать Крымова, могу посоветовать сходить в школу драматического искусства на какую-нибудь беспреданницу. Просто потрясающе мне понравилось, но это спектакль, на который просто нельзя ходить неподготовленным, если у вас нет багажа, огромного багажа театрального, если вы не понимаете театральный язык, если вы не знакомы с материалом, что, к сожалению, сегодня для многих норма, вы не получите от этого спектакля удовольствие, вы не поймёте, почему он хороший, вам он покажется претенциозным, вам он покажется поверхностным, просто потому что вы его не считаете. Это справедливо по отношению ко всем постановкам Крымова. Я Крымова очень люблю, новичкам садить на него. Категорически не советую, это отобьёт у вас желание ходить в театр вообще. Римас Туменас – другая история. Театр Фоменко – другая история. Театр Фоменко – лёгкий, доступный, воспитывает любовь к театру, любовь, через которую вы потом придёте к более сложным постановкам. Поэтому, если меня тут смотрит какой-то сноб, то имейте в виду, что я очень конкретно советую постановки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА